Вот мы приехали в Memory Express. Сейчас мы выясним, что конкретно с моим компьютером не то. Мама рассказывает. Мы заехали в Айкию сейчас. А с компьютером я потом расскажу. Мне сказали 200 баксов, чтобы всё починить, всю память вытащить и обратно засунуть. Потом сказали. Я не знаю, стоит ли мне вкладывать 200 долларов в старый компьютер. Предложили мне новый за 900. Но посмотрим пока. Пока мы заехали в Айкию, я думаю над предложением, которое у меня было там сделано. Правда, действительно очень хорошая сделка. Процессор i7. Всего 800 с чем-то долларов. Ну, в общем, такое дело. Пошли мы в Айкию. Догадайтесь с первого раза, где мы находимся. Айкия! Где ещё подают такие Swedish Meatballs? Мы решили присесть. Мы проголодались все втроём. Ездили-ездили. Смотрим, что творится в Айкию. Не пройти, не проехать. Хорошо. Отзывы, отзывы. Как кулинарное искусство Айкии. Я связала какой-то мусс, ещё что-то. Ну, не знаю. Перекусим и пойдём дальше. Здесь была Виктория. Swedish Balls, yeah? Они говорят, я. Нет? Не нравится? Мама забарковала. Алёша, как твой этот? Алёша говорит, it's okay, it's efficient, он говорит. Ну, это съедобное. Не, ну, если ты голодный, то, конечно, съедобное. Кажется, съедобное, да. Я вот такую штучку себе взяла, она кисленькая оказалась. А я кислая не люблю. Она как, ну, саур-крем, как она, сметана. Такая вот, стоячая сметана. Вообще, мне она не понравилась. Так, it's okay. В общем, покусала, покусала, всего по чуть-чуть. Тут ещё горлик тост остался, могу его ещё покусать. Мы уже вернулись домой. Ничего, мы там не выходили толком. Ну, не, мы посмотрели, мы получили информацию, которая нам нужна была. Но купили в Айкии, только вот такого медведя он вам его держит. Вот такого медведя кину. Вот в Айкии, потому что он не имеет глазки, пуговки и всё остальное. Ну, то есть всё на медведя на самом вышито. То есть, а Санька у нас страшно любит такие игрушки большие. Сейчас мы покажем ему сюрприз. Вот ещё сейчас мама зайдёт. Сейчас только надо свет включить в доме. Привет, Санька. Включайте свет, сейчас мы будем торжественно вручать медведям, он сейчас обрадуется. У нас, правда, тут наставлено всего. Санёк, давай, смотри. Сань, смотри. И так кто такой? И так туда пришёл, кто-то пришёл, кто-то, кто-то. Знакомься, знакомься, это друг твой новый. Новый друг. Он страшно любит такие вот игрушки, потому что он любит с ними спать. Игрушечка? О, не проснулся ещё. Ты ещё не... О, радуется. Всё, всё, новый друг приехал. Всё. Он их все за морду таскает, всегда за морду таскает. Какая куколка тута! Ой, какая куколка! То ли это куколка, то ли это, то ли что дадут, они поймут. Ну-ка, Саня. Ой, какая красивая куколка у Саня. Какая куколка! Да что за нахлебник не пришёл? Не успел прийти в дом, уже на шею вылез. В общем так, мы выездили сегодня, я на фоне всех боксов, которые у нас стоят в квартире, на фоне всего, сниму вам. Что касается моего компьютера, что у меня на голове такое, потому что на улице идёт проливной дождь, и нет смысла даже укладывать волосы нормально. По поводу моего компьютера, который мне дали эту распечатку в Memory Express, конечно же, сделка очень хорошая на процессор, который там есть, i7. Только там, правда, 8 гигабайт было, но он сказал, что если вы хотите апгрейд на 16 гигабайт memory RAM, да, то вам придётся тогда поставить карту новую. Я его спросила, сколько будет стоить новая карта, он сказал, что 50 долларов, и совершенно бесплатно вам её туда вставят. То есть я могу, этот компьютер стоил 889,99, то есть 890 долларов, плюс ещё 50, если добавишь, у тебя будет вообще компьютер супер, и хватит его, естественно, на следующие 5 или 6 лет. И это фирма Asos. Вот такая у нас цена, и 1 терабайт памяти, в общем, 15-инчей скрин, на Windows 10 работает. Значит, на совместном совете семейном мы решили не тратить деньги сейчас, потому что мы находимся в таком переходном, как бы, на переходном этапе. И я потом хотела ещё там грузчиков нанимать, да, то есть чтобы нас полностью перевезли. Я решила не тратить 900 долларов. Я оставлю эту распечатку для саму себя, и, скорее всего, этот компьютер я куплю немножко позже. Может быть, даже не этот, но мне не горит. Мы решили сделать так, у нас вместе с мамой совершенно одинаковые компьютеры, у неё тоже Вайо Сони, причём Сони вообще уже теперь компьютеры не делает. Слышите, как двери скрипят? Я вот уже снимаю видео, я на себя, Лёш, направила камеру. Поэтому мама сказала, забирай мой компьютер, пользуйся им, то есть он точно такой же, как и тот, что у тебя был. У нас дома есть ещё, у неё есть таблетка, или как они называются, у нас называются таблетки. У неё есть, а, планшет, планшет, у неё есть свой планшет, у меня есть планшет, у нас полно этого всего. Поэтому мы подумали, ну зачем тратить экстра деньги на компьютер, который полетел. Мне сказали, что мой компьютер можно отремонтировать. Скорее всего, там был какой-то апгрейд Windows, и что-то там заело, и он постоянно в том же самом, как она, Circle здесь называется, в кругу крутится, не может выйти из него. Он сказал, я могу, в принципе, это сделать, можем информацию всю вытянуть за 50 долларов, что, в принципе, недорого. Я, может быть, со временем это сделаю, но пока этим заниматься не буду, я оставлю всё как есть. Ничего-ничего, Лёша, сейчас это буду смазывать. Я как раз-таки хотела плавно перейти к тем дверям, которые скрипят. Сейчас Лёша свою комнату будет закрывать, она будет скрипеть. Слышите, да, как скрипят двери? Итак, теперь я плавно перейду к скрипучим дверям в нашем апартменте, потому что, естественно, я сплю в living room, и кому-то встать ночью, элементарно выйти в туалет, пардон за подробности, это просто невозможно, потому что все двери скрипят, и, естественно, просыпаюсь. Я купила вот такой WD-40, помните, я вам говорила в самом начале видео, вот он, он есть. Здесь тоже нарисованы hinges, вот они, они, вот hinges нарисованы здесь. Hinges это, ну, мам, как будет hinges по-русски? Петли дверные, дверные петли, вот. Вот, и сейчас, вот то, что мама говорила с характером, у нас дверь. Мама, хватит, хватит! Вот, я думаю, что нужно просто смазать дверь, и сейчас вот такая трюпочка туда вставляется, и все смазывается, вот. Так что я сейчас буду смазывать двери. Еще хотела показать, среди заставленных коробок мы нашу квартиру вообще не разбирали, потому что у нас на это не хватало времени. Нет, видите, вот у нас еще коробки стоят с мощными средствами, совсем. Мы вчера были в Костке, и не удержались, купили вот такого сномена. Я просто не могла мимо пройти, потому что такие шитые игрушки, блин, да что, что такое, у меня что-нибудь сушится. Вот такие шитые игрушки доставляют мне массу удовольствия, они прекрасно поднимают настроение. Зима это немножко, но я, честно говоря, я не могу сказать, что я не люблю зиму. Я люблю зиму в Канаде, она сухая, снежная и холодная, конечно же. Моя любимая, наверное, погода зимой, это когда тихо-тихо падает снег, да, на улице снежно, а дома пахнет вкусно выпечкой, кофе или какао, или что-то в этом роде, короче. Ну, обожаю, обожаю. Поэтому, ну вот я люблю такие шитые игрушки, немножко с идиотским выражением лица, потому что они всегда поднимают тебе настроение. Мы не удержались, мы купили, он 20 долларов стоит, вот такой снеговик. Я его вчера распечатала, посмотрела, но потом я его буду ставить уже, когда под зимние украшения, вы его все равно увидите, я буду показывать, как я украшаю дом к Новому году. В прошлом году я не очень сильно показала, вообще, можно сказать, не показала, пролетела как фанера над Парижем, потому что Новый год мы не праздновали. Я даже не знаю, будем ли мы окончательно как бы разбирать нашу квартиру, или не будем разбирать, потому что, ну, смысл, правда, смысл может быть. Ну, в середине ноября, может быть, опять двигать придется, двигаться придется. Я единственное, что сегодня сделаю, хотел еще заехать в Майклс. Мама говорит, мы никуда не поедем сегодня, погода паршивая уже. Вот видите, вот такая вот погода, и вот с неба просто сыпет такой как бы мелкий, мелкий крупа, трюмешка, знаешь, да? Вот такая вот ерунда падает сверху. Это что там? У меня соседка снизу русская. Наше знакомство с ней, это вообще просто сплошная романтика, я потом расскажу. Началось все со скандала, ну, вернее, со скандала с ее стороны, не с моей стороны. В итоге вы с ней смогли договориться. Но это совершенно другая история. Вот, в любом случае, вот такая вот погода. И вот, видите, у меня вот так вот стоят коробки. Вот. Это у меня вышивка наверху. Вот мой станок. Это там, где я вышиваю, а большую вышивку. Я хотела заехать в Майклс, потому что у меня есть купон на 50% офф. Я хотела заехать и купить себе... Есть такая лупа, ну, которая увеличивающая стекло. Она ставится на пол, она стоит где-то 200 с чем-то долларов. И я подумала, что так как у меня 50% офф есть, может быть, я смогу купить подешевле. Видите, как у меня все упаковано? Бедрум, бедрум, бедрум. Мне нужно, мне нужно из этого всего найти мои свитера. И мне нужно найти мои сумки. Потому что я свою сумку уже просто затаскала. И вот здесь где-то во всем этом лежат мои вещи. И вот так вот мы живем. То есть у меня у мамы в шкафу висят. Причем платья летние. Я маме сказала, мне нужно убрать летние платья. И поменять их на свитера. И это то, чем я сейчас планирую заняться вечером. Аляка, что я нашла? Я начала перебирать свои боксы. Открыла один. Это платье, в котором я выходила закирана замуж. Я его себе купила. Royal Bloom. У меня было такое платье. Это вот у меня так вот... Под грудью такое украшение было. Оно все шифоновое. Шифоновое. Оно длинное-длинное. И знаете, так струится. Знаете, я очень люблю такие шифоновые легкие платья. Я его здесь купила. Я ему сказала, говорю, я не хочу покупать платье какое-то белое. Вообще, это мне кажется, как-то глупо выходить, когда уже возраст, и ты выходишь в белом платье замуж. Вот. Вот такое платье, которое можно было бы еще раз одеть. Он очень красивый. Ой, смотрите, что нашла. И там еще у меня красное есть такое же шифоновое платье. Я люблю такие платья вечерние. Правда, я в них никуда не хожу, потому что здесь, в Канаде, это как бы получается овердрест. То есть слишком сильно разодетый получаешься. А в таких вот платьях только какие-то званые ужины. А так выйти, там какое-то коктейльное платьичко, да и пошел. Ну, что нашла? Дальше буду разбирать. Вот у меня тут целое это стоит. Здесь вот я не знаю, что у меня не написано. Кутка там какая-то есть. Не знаю, что за фигня. Здесь что? Вроде как свитерочки. Вроде как нарыло накопало. Сейчас буду разбирать. Так, вот она я опять вернулась. Это горшок, который я купила для своей орхидеи. Прослушав целые лекции на ютюбе, что орхидеи, собственно говоря, не очень много всего нужно, он сказал, купите ей большой горшок, не надо никакие дырки делать. Главное, чтобы дрейнич был. Дрейнич тут есть, монтирован. Сань. Я не знаю, кому я этот горшок купила. Что это? Что это? Санек, ты че? Сань, принеси горшочек. Так, все, у нас такой развал в квартире. Сань, ну куда я решила людям показать горшок, а ты мне все это испортил, можно сказать. Где мой горшок-то? Чего? Вот, под стулом. Сейчас пойду возьму. Что ты сделал? Да ничего, решил туда голову засунуть и, короче, перепугался. Горшочек, Саня, горшочек. Страшный горшок. О, Господи, ты будешь... Боже, в баню, давайте спать своим горшочком. Да это мой горшок. Куда потащил-то, нет? Это для орхидеи. Я не знаю, я попал. Это собака, короче. Это что-то с чем-то. Тихо, че-то у него какое-то зверство проснуло. Давай, Сану, горшочек. Давай, горшочек, я возьму. Давай, давай, матушка. Давай. Давай, Саня, я не знаю. Он надевает его себе на голову. У нас тут... Давай, давай. Ну смотри, он зубами уже покоцал. Ну смотри, Саня решила показать горшок людям, а показала тебя в итоге. Ничего страшного. Вон тут поддон есть, видишь? Видишь, какой горшочек красивый, видишь? Да нет, там ничего нет. Просто горшочек красивый, видишь? Ну, видишь? Шляпка такая у тебя. Он заберет. Он заберет. Он заберет. Он заберет. Я тебе плачетку. Я не знаю. Так, сейчас Саня так будет садить. Короче, сейчас для этот горшок для Саньки. Все, Саня, я забираю его тебе, потому что я хотела показать. Ну, ты посмотри, что вытворять. Ладно, все, нет. Горшочек ушел. Все, он ушел гулять. Ушел гулять горшочек. Все, успокоился. Так, а теперь я вам покажу. Саню еще? Нет. Вот такой микс я купила. Для орхидей. Canadian Tire. Это в садовом отделе, в гарден отделе. Будет. Он стоит 10 долларов. Вот такой. Pro-микс. Premium Orchid Mix называется. И что здесь написано? Ideal for pouring and replying. Orchids and other epiphy... Epiphy... В общем, вы поняли. Не знаю, что там внутри содержится. Тут написано Trusted by Pro. И здесь написано, что... Pre-soak. Значит, нужно его сначала замочить на 24-48 часов. Then drain well. Потом хорошо, короче, тогда... Ну, воду... Вспустите с него. Там написано, что обрежьте корни до размера... Ну, до длины 15 сантиметров, для того, чтобы они начали по новой расти. Интересно. Потом написано... Ага, больше пот нужно использовать. Пот это этот, как его... Горшок. И брать пластиковые контейнеры, которые лучше держат humidity, то есть влажность вокруг plant, вокруг растения. Все, будешь со мной орхидею сажать? Нет, я сейчас буду замачивать. Не тебя, вернее. Он не даст тебе сделать ничего. Не, он... Такая собака. Мопсы отличаются тем, что они всегда находятся рядом с вами. Они помогают вам во всем. Им все нужно знать. Они обязательно будут присутствовать там, вы что-то делаете. Это такая порода, короче. Ему все надо знать. Правильно, Санька? Да. Все сосредоточено на чем-то там другом. Вот, смотри, у тебя он... Что у тебя там на носу висит? Ну, что у тебя на носу висит? Нос это того. А там еще что-то висит, да, Санька? Ну, смотри, вон, надо тебя убрать с носа. Давай, он там с носа уберет. Да? Все? Успокоился? Ну, ты проказник. Глаза ж на лоб вылазят, да? Ты проказник. Ты проказник. Все, я пошла мочить. Да, вот гладить тебя надо, да? Гладить тебя надо. Чья-то морда такая. У кого на носу вот там волос висит? Давай я тебя заберу с носиком. Не хочешь? Давай, честно. Не хочет. Такая морда, морда, морда такая. Морда такая, морда. О, Господи. У нас вообще, честно говоря, у нас дома кино и немцы. Потому что, ну, ничего не разбирали пока с тем домом разбирали. Сейчас уже, может быть, по чуть-чуть начнем что-то здесь разбирать. И там будем поглядеть. Так, все, я пошла замачивать эту орхидейную микс. И посмотрим. Завтра 24 на 48, да? Ну, то есть на сутки надо замочить. Да, до завтрашнего вечера как раз-таки пересажу свою орхидею. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова